Уважаемые читатели, зрители, в нашей библиотеке есть много изданий, адресованных подросткам и молодежи. О самых полюбившихся книгах вам расскажут ученица школы Сколково-Тамбов Олеся Нагаева, выпускница колледжа социокультурных технологий Катя Акулова и ученица школы Сколково-Тамбов Люба Запарнюк. Меня зовут Олеся, мне 13 лет. Я всегда очень любила читать, но сейчас в подростковом возрасте я начала читать современные книги и современных авторов. Недавно я прочитала книгу «Дай мне руку» Евгении Перловой. Это книга о девочке, которая стремилась к своей мечте. Но иногда мы делаем слишком много для того, чтобы добиться своего, и мир предъявляет нам высокие требования. Эта девочка очень хотела танцевать, танцевать со своим другом. Она хотела похудеть, это волнует сейчас многих подростков. И она почти дошла до анорексии, но у неё был друг, он был как ангел. Он протягивал ей руку, и они вместе шли к своей мечте. Также я недавно прочитала книгу «Открытый финал». Это тоже о танцах, но там более подробно рассказывается о них. Это... Каждая глава — это как бы рассказ об отдельном подростке, но вместе они связаны. Их связывает танцевальная студия и их тренер. Однажды их тренера обвинили несправедливо, и они все пытались мимо этого противостоять как бы всем, кто обвинял его. Они тоже добивались своего, и книга называется «Открытый финал», то есть она не кончилась. У них ещё будут проблемы, но что-то они поняли и на своих ошибках начали учиться. Это книга «Пещера трёх братьев». Это серия лауреата международного конкурса имени Сергея Михалкова. Это очень... Книга о древних корочевиках. Там рассказывается о трёх братьях. У них был род, но случилось наводнение, и все их родственники погибли. И весь их род. Осталось трое братьев. Они выживали как могли. Это книга о войне. Она о трёх сёстрах. Война застала их ещё маленькими. Но в этой книге рассказывается их жизнь в деревне, куда они переехали после войны. Ну, не после войны, а во время войны. Это как жестокая реальность войны. То есть рассказывается правда. Что не романтизируется, что там было всё хорошо. Но тоже тяжело её читать. Книжка «Верю-не верю» автор Анна Игнатовна. Эта книжка фантастика, и поэтому она мне не очень понравилась. Ну, книжка, говорю сразу, очень интересная. Советую вам прочитать её. Она очень захватывающая. Первый раз я её прочитала за дня три. Вот так вот. Она мне очень понравилась. И поэтому я её начала перечитывать снова и снова. Так я её брала раза пять. Меня зовут Любовь Забанюк. Я учусь в 7 классе в школе. Сколько вот там было. Я хочу порекомендовать книгу «Рецепсчастье», которую написала Юлия Кузнецова. Она о девушке Ире, которая приехала в Турцию вместе со своим парнем учиться у поваров. Но чем больше она подбиралась к мечте, тем больше ссорилась со своим парнем Игорем. Но она знала то, что счастье приходит только тогда, когда занимаешься любимым делом. Это книга «Жёлтые конверты» Светланы Андреяновой. Она о мальчике. Он подросток. И очень усиленно готовится к ЕГЭ. Однажды, занимаясь учительницей по-английскому, он обнаружил в её доме письмо для себя. Письмо было в жёлтом конверте. В этом письме кто-то разговаривал с ним о его самых сокровенных мыслях, о его проблемах. И ему стало очень интересно, кто мог писать им. Или это розыгрыш одноклассников, или это самая учительница ему пишет. Он начал выяснять, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Однажды он встретился с Марго Осбор. Эта девочка была инвалидом. Она не могла ходить. Он... Он узнал, что это она писала ему письма. Они стали общаться. И эта книга о дружбе, любви, ошибках. И что нам нужно понять то, чего мы хотим по-настоящему. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...